Третий день. Жители Айхала остаются практически без сотовой связи. Если у оператора МТС сигнал есть, но он слабый, то жители, которые пользуются услугами оператора Мегафон, остаются без связи. Тем временем, уже несколько дней термометры в Айхале показывают минус 50 градусов. Стоит плотный туман. Сейчас за моей спиной вы можете наблюдать общественную остановку. Из-за тумана людей не видно. На улицах практически нет прохожих. Можно ли куда-то дозвониться в таких условиях, особенно в экстренные службы? Можно, однако в основном только со стационарного телефона или тем, кто пользуется услугами МТС. Экстренный номер 112. И на этот номер, например, я, как пользователь услуга оператора Мегафон, дозвониться не могу. Многие Айхальцы в период таких морозов чаще пользовались услугами такси. Но сейчас вызвать автомобиль с сотового телефона практически нет возможности. Это снова касается тех, кто пользуется услугами оператора Мегафон. На стационарный телефон диспетчера такси отвечает. Но ожидать машину приходится иногда и 15-20 минут. Или вовсе пассажиры получают отказ. В основном сегодня интернет у Айхальцев есть на рабочих местах. Воспользоваться интернетом дома тоже нет возможности. Пропал сигнал ее основных интернет-провайдеров. Официальной информации, когда связь восстановится, пока нет. Мы поинтересовались у жителя Айхала, как на их жизни сказалось отсутствие сотовой связи. Я уже третий день нахожусь без денежных средств. Так получилось, что у меня на руках нет банковской карты. Я вставил ее в отпуске, скажем так. И не могу снять наличные. И раньше, если я расплачивался всегда с телефона в магазинах, то сейчас в магазинах связи нет. Я даже просто, бывает элементарно, не могу купить себе продукты. Я очень волнуюсь, очень переживаю. Как бы три дня нет связи. Для меня это большая потеря. У меня там находится и семья, и родственники, и близкие, и знакомые. И ни с кем я не могу узнать, что и как у них творится. Также они не могут до меня дозвониться, соответственно. Не могут узнать, как мое состояние самочувствия.